Итак, друзья, всем привет! Меня зовут Италий Андреевец, вы на моем YouTube-канале. Сегодня я в своем офисе. Собственно, иногда, извиняйте, могу смотреть не в камеру, потому что буду подсматривать. Тут у меня, скажем так, много всяких подсказочек в плане ваших вопросов. Вы задаете вопросы, я на них делаю видео-ответы. И как бы получается, что отвечаю таким форматом. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки в конце видео. Сегодня картиночка у нас вот такая, повеселее немножко. Хотя на природе тоже классно, на самом деле. Так, друзья, с чего начнем? Сегодня у нас вопросик поступил такой, что мужчине важно в отношениях. Ну, мужчины, если вы есть, у меня здесь на канале, да, они есть, судя по статистике. Вот, и большинство, собственно. То сами себе можете ответить. Вот, подумайте, да, и ответьте на вопрос, что для вас важно в отношениях, что бы вы хотели. Сейчас у нас тренды это, когда женщина хочет только денег. Вот, мужчину, в принципе, рассматривает только как кошелек. Вот, но я вам скажу так. Мы, как люди верующие, для нас обязательно это определенная ценность у женщины. Вот, допустим, что бы я оценил в отношениях, это прежде всего верность. Да, я не говорю про девственность, потому что это практически невозможно. Но, конечно, в идеале это так должно быть. То есть, если вы отношения с женщиной заводите, то желательно, чтобы это была девственница. Вот, все равно, конечно, дальше будет воздействие окружающей среды, как говорится, ну, то есть, в обществе, где она живет. То есть, все равно будет, как бы, разлагать относительно, но это все зависит от ее воспитания, как бы, и так далее. Вот, поэтому верность именно, когда отношения, то есть, женщина начинает отношения, да, она, как бы, в принципе, должна тоже понимать, для чего ей эти отношения. То есть, если ей мужчина понравился, ну, в принципе, это, как бы, можно выяснить на первых нескольких свиданиях. То есть, скажем так, если вы будете внимательны, то, в принципе, понять, что за мужчина с вами рядом, ну, относительно, можно. То есть, с общего, имею ввиду. Вот. Мужчине очень важно, чтобы женщина понимала, что она, как бы, то есть, что мужчина главный. Вот. И из этого будет следовать все остальное. То есть, чтобы она была, там, с ним ласковой, помогала ему во всем. То есть, потому что отношения, это всегда начало брака. То есть, именно, когда, в принципе, отношения, это и есть такой, ну, то есть, начальный этап, вот, перетекающий именно уже такие серьезные моменты. Вот. Я не говорю, как наши предки там делали и так далее. То есть, сейчас мы немножко отталкиваемся от других моментов, потому что все диктует. Ну, нехорошие вещи, скажем так. Вот это общество, оно, как бы, разрушает именно институт семьи, которого, в принципе, уже нету. Вот, сейчас все живут по принципу, дай денег там. А, где же чистая любовь, друзья? Где же она? Вот. То есть, важно понимание, чтобы женщина понимала мужчину. То есть, как бы, она не особо сможет понять, потому что она не мужчина, да? Ну, по крайней мере, старалась. Где-то. Вот. Вовремя закрывала ротик. Свой обязательно. Это советы, ребят, для девочек, даже, да, для женщин, которые помогут вам в дальнейшем, на самом деле, правильно контактировать с мужчиной. Ну, с нормальным мужчиной. Не все же нормальные, есть разные. Вот. Есть, которые, ну, скажем так, хотят только одного, да? Вот. Вот. Но вы должны искать мужчину, который будет достойным. Ну, и вы должны быть достойны у этого мужчины. Вот. Поэтому обязательно, то есть, понимание, обязательно поддержка разговора, обязательно там нежность, ласка и так далее. Про секс я скажу, что, если уже в отношениях, естественно, понятно, что без этого никуда. Вот. Но вы должны понимать, что это мужчина, ну, для себя, что это... Хотелось бы, чтобы вы понимали, что это мужчина раза навсегда, да? Не так, что с одной ветки на другую вы прыгаете, там, как говорится, все хорошо. Вот. Конечно, чтобы это понимать, то же нужно понять, что этот мужчина действительно хочет с вами именно долгосрочных отношений, детей, там, и так далее. Потому что многие, многие знают, что хотят именно детей конкретно, вот. И им тяжело найти женщину, скажем так, с которой, которая выйдет на эту роль. Потому что женщины меркантильные очень много, то есть, в плане того, что они хотят баблоса, как я говорил, кошелек. Вот. И, ну, прям это мега-мега тяжело. Вот. Даже сейчас, если бы я, допустим, был помоложе, да, вот лично про себя скажу, то я бы, наверное, не знаю, как я искал. Ну, потому что, реально, если посмотреть, то в основном, ну, в моем взрасте, это уже РСПшки, это женщины с подарком, то есть, с детьми. Один, два, три, четыре, пять. Ну, то есть, для каких-то серьезных отношений, ну, я искал бы однозначно женщину без детей. Вот. Потому что, пускай она будет моложе, старше нет, уже, как бы, вот, либо одногодку. Вот. И уже дальше, собственно, с ней шел бы, как говорится, про девственницы я вообще не говорю. Это нереально. Просто, если, даже если в таком возрасте уже девственница, то, знаете, вопросик будет какой-то непонятный. Вот, мне тут щелкает мое креслице. Вот. И, ребят, поэтому, девочки, мальчики, вот эти вот качества, которые я, в принципе, назвал, да, то есть, я не по очереди просто выдаю информацию, но, как бы, у нас такой формат рассуждений. Вот. Хотелось бы, чтобы подключаюсь, конечно же, тоже в комментариях, чтобы я мог писать какие-то видосики еще дополнительно. Вот. Поэтому, женщина вот такой должна быть покорной. Как Библию открываете и читаете, какая должна быть жена. Ну, жена, это, в принципе, вы тоже в отношениях, на самом деле. Всю жизнь в отношениях. Вот. И никогда не надо унижать мужчину, там, в плане того, что, ну, какими-то такими словами, действиями, там, и так далее. Вот. И будет вам счастье. Потому что каждый мужчина, он, как ребенок большой. То есть, типа, кто-то говорит, что, вот, ты там не мужчина, ты там, и так далее. Ну, на самом деле, все мужчины, это дети. Они играют, кто-то со своей машиной, кто-то там еще во что-нибудь играется. С фотоаппаратом своим, там, и так далее. Вот. Вот. Поэтому, вот, это дети. Просто нужно понимать, что, как бы, как он бы там серьезно ни был, вот, это все равно большой ребенок. И, если вы будете относиться к нему, как к ребенку, вот, он будет вам тысячекратно отдавать свои какие-то моменты. Это не то, что прямо вот, вот, вы на руках его будете носить. Ну, может, и на руках иногда придется, конечно. Вот. Ну, это будет работать. Это будет работать, друзья. Он может притвориться, если, допустим, подкаблучник, да, он может притвориться под ваши какие-то моменты. Вот. А потом в дальнейшем выстрелить вам то, что вы будете там на форумах писать, что вот они там козлы там и так далее. Друзья, ну, это не так. Вы же сами такое выбирали, вы же смотрели. Ну, вот, и вот, вполне серьезные мужчины, они в душе, на самом деле, очень-очень мягкие. Вот, это я скажу по себе. Потому что, там меня видят иногда, они такие думают, что я там прям серьезный. Нет, я просто на позитиве всегда, и, скажем так, я большой ребенок иногда. Вот. Я серьезный, но это все в меру, скажем так, и всегда на позитиве. Всегда мне так легче живется. Вот такие дела. Друзья, спасибо, что посмотрели. Это был коротенький ролик про суждения. А вот. Пишите свои комментарии, ставьте лайкосики, подписывайтесь на каналчик, заходите ко мне во все соцсети, подписывайтесь тоже. Буду рад вас видеть. И также еще есть у меня ссылочка на донаты. Поэтому, кто хочет поддержать конкретно настоящего мужчину, то можете туда что-нибудь закинуть. Всем пока, всем спасибо за просмотр.